Советская цивилизация В этом году 100 лет. Но, видимо, в парламенте Европы, не понимая ничего, те наследники гитлеровских фашистов, лесных братьев эсэсовцев Прибалтики и бандеровцев на Украине приняли решение, что якобы не имеют отношения с террористической страной. Это не только полная глупость, это сумасшедшее, которое, к сожалению, охватило не только Европу, но и Америку. Наша цивилизация имеет удивительные достижения, и мы гордимся ими. Мы все сделаем для того, чтобы остановить нашествие бандеровцев и царушников на Украине. Мы все сделаем для того, чтобы изменился курс нашего правительства. Все сделаем для того, чтобы был реализован бюджет развития. И принципы гуманизма, народовластия, справедливости восторжествовали в нашей реальной практике. Здесь, рядом в этом зале, сейчас пройдут слушания по импортозамещению. Мне это слово не нравится. Я говорю по устойчивому развитию, который действительно позволит выполнить установки президента Путина. А суть его послания всего в пяти пунктов. Первый – выйти на мировые темпы развития. Они были в последнее время выше 3%. В этом году сложатся по оценке МВФ 2,7. У нас будет минус 3,5. Последние два квартала – минус 4. Мы можем выйти на эти мировые темпы при одном условии. Если будет реальный бюджет развития, вложены средства, которых у нас больше, чем надо, в соответствующей отрасли, поддержаны люди, и обеспечена достойная жизнь каждого гражданина нашей страны. Но достоинство, прежде всего, начинается с гуманизма. Мы внесли проект закона, который требует проведения реальной амнистии. За последние годы, к сожалению, правительство и президент не используют эту большую возможность проявить гуманизм и одновременно максимально сплотить общество. Через месяц наше общество будет праздновать очень большое событие. 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. И в связи с этим событием фракция КПРФ в Государственной Думе подготовила проект постановления об амнистии. Это наше решение основано на традициях, связанных с тем, что большие праздники мы всегда отмечаем амнистии. И наше постановление, как обычно, предусматривает применение, освобождение от наказания неопределенно круг лиц. Прежде всего мы выделяем здесь возрастную категорию несовершеннолетних и лиц, которые мужчины старше 55, женщины старше 50 лет. Далее идут участники различных боевых действий, начиная с Великой Отечественной войны и заканчивая последними нашими боевыми действиями на территории Российской Федерации. Речь идет о Чеченской Республике и речь идет о боевых действиях на территории Украины. Мы предполагаем, что не только эти лица освобождаются от уголовной ответственности, но и в отношении их прекращаются уголовные дела на стадии предварительного следствия. Освобождаются от уголовной ответственности по нашему акту лица, совершившие преступление по неосторожности, а также условно осужденные и лица, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы. Но наш проект, наше предложение существенно отличается от всех тех амнистий, которые были последние 30 лет. Дело в том, что мы предлагаем провести еще и политическую амнистию, таких амнистий у нас не было с 1994 года. Мы полагаем, что необходимо освободить от ответственности лиц, которые совершили общественно опасные деяния, связанные с так называемым инакомыслием. Ну, я в кавычке беру это слово. Среди таких составов у нас прежде всего распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации, нарушение установленного порядка организации или проведения митингов, собраний, шествий. Здесь же публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды. Это применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти, злостное уклонение от исполнения обязанностей, которые предусмотрены нашим законодательством в отношении так называемых иностранных агентов. Всего в этом постановлении 22 состава преступления. Это те составы, которые по оценкам средств массовой информации чаще всего используются власти для привлечения к ответственности политических оппонентов. Мы предполагаем, что должны прекратиться уголовные дела и на стадии расследования в отношении этих лиц. Освобождение этих лиц от наказания в значительной мере позволит наладить общественный мир в нашем обществе, будет способствовать консолидации обществу и национальному примирению. Но освобождение их от уголовной ответственности не предполагает, что статьи будут изъяты из Уголовного кодекса, они будут, конечно же, продолжать действовать. И освобождение от наказания по нашему акту об амнистии предполагает, конечно, и традиционное ограничение. Это ограничение в отношении лиц, которые, прежде всего, совершили особо тяжкие преступления. В перечне у нас приводится несколько десятков таких статей. Это традиционно, это обязательная вещь. Ну и исполнение постановления об амнистии предполагает осуществить его в течение шести месяцев. Спасибо. В послании президента особо подчеркивалось о том, что надо избавиться от нищеты, остановить вымирание. Но, к сожалению, ни первое, ни второе это требование не выполняется. Мы считаем, они не выполняются прежде всего потому, что плохо работает наша экономика, и в условиях санкций идет серьезный системный сбой. Мы предложили бюджет развития, 21 отраслевую программу, 12 законов, которые позволяли решать эти проблемы. К сожалению, и в новом бюджете, который Единая Россия окончательно, по сути дела, протащила в Государственной Думе, нет ни одного ответа на эти вопросы. Наша программа предусматривает их решения, и сейчас Николай Арефьев представит их свои предложения. Сегодня фракции КПРФ в Государственной Думе проводят парламентские слушания по вопросу импортозамещения. Наверное, нет сегодня более важной проблемы, чем импортозамещения в условиях экономических, финансовых и даже политических санкций, потому что нас поставили в позицию выживания за свой счет, потому что нам перекрыли все каналы импорта, перекрыли все каналы экспорта. Выживайте как хотите. Еще в 2006 году фракция КПРФ разработала программу развития реального сектора экономики. Мы уже тогда забили тревогу о том, что правительство село на нефтяную иглу, не заботясь об импортозамещении, не заботясь о реальном секторе экономики. Сегодня мы достигли такого совершенства, когда 75% промышленных товаров мы закупаем за границей. Это практически все. И около 30% мы закупаем продовольствие. Стыдно сказать, но в нашей стране, где произрастают практически все продукты питания, мы закупаем 300 тысяч тонн картофеля, 500 тысяч тонн лука и чеснока, хотя даже на Крайнем Севере его выращивать можно. Но только благодаря такой позиции и политике нашего правительства нам приходится все это, к сожалению, закупать. Мы носим чужую одежду, мы едим чужие продукты, мы ездим на чужих машинах, летаем на чужих самолетах. Так сколько же это можно летать и ходить, и носить? Вот сейчас, наконец-то, начали разрабатывать свои самолеты, начали думать о создании своих собственных машин. Но еще с 2006 года можно было посмотреть нашу программу, где были реальные действия правительства, которые могли вывести страну на путь производства собственных товаров. Вот сегодня на наших парламентских слушаниях будут участвовать практически представители всех регионов, министерств, ведомств, где мы и поговорим, и дадим аналитическую оценку работе по импортозамещению, которое у нас началось в 2015 году, но за все вот эти последние 7 лет практически не сдвинулось с места. И на сегодняшний день импорт, вот те цифры, которые я называл, который был у нас в те времена, он в таком же процентном соотношении остался и сегодня. Что нужно сделать? Вот мы в рекомендациях своих записали. Нам прежде всего нужно освободиться от политической зависимости от всех международных организаций, которые давят на нас для того, чтобы мы не занимались реальным сектором экономики и не производили свою продукцию. Но дошло до того, что Евросоюз подал в суд на Россию за то, что она нанесла ущерб своей политикой импортозамещения и перестала покупать их продукцию, чем нанесла ущерб их экономике. Значит, ВТО требует, чтобы мы закупали чужую продукцию, но не производили ее сами. У нас также и Международный валютный фонд, он заставил нас повысить пенсионный возраст, заставил от импортозамещения отказаться Всемирный банк реконструкции и развития, а Всемирная организация здравоохранения вообще парализовала всю экономику в 2020 году. Но зачем нам такие организации, которые диктуют нам заведомо ложные посылы, которые, к сожалению, правительство выполняет? Нам необходимо создать доктрину экономической безопасности, нам нужно разработать доктрину финансовой безопасности. У нас есть доктрина продовольственной безопасности. Значит, все виды безопасности у нас должны быть разработаны, и правительство должно ориентироваться и чувствовать, когда заходить на импорт, а когда производить свое. Вот поэтому мы на сегодняшних парламентских слушаниях будем обсуждать вот эту группу вопросов для того, чтобы порекомендовать, наконец-то, заниматься своим производством, а не сидеть на игле чужого производства. Вы знаете, что сегодня у нас повестки дня, есть три вопроса, это утверждение в третьем чтении трех бюджетов. Наша фракция, вы, наверное, видели, внесла больше всех поправок, которые, к сожалению, были отклонены, и мы по нескольким обстоятельствам не можем голосовать за эти бюджеты. Первое обстоятельство. Продолжается старая политика бюджетного правила. Я вам напомню, что за счет бюджетного правила предыдущего был собран 14-триллионный фонд национального благосостояния, который только на обменном курсе потерял 4 триллиона. Представьте, если бы эти 4 триллиона давал нашу экономику. Сколько бы можно было возместить отсутствующих предприятий, точнее, уничтоженных Чубайсом и его компанией во время приватизации. Второй вопрос. Если посмотреть на социальные фонды, то мы глубоко убеждены, без вложения минимум 7%, как это есть во всех развитых странах, а вообще-то лучше до 11, в образовании здравоохранения мы, в принципе, лишены будущего. Почему? Потому что у нас по миллиону убывают сегодня граждан, это разница смертности и рождаемости. А по большому счету, вот вы вчера могли послушать, на правительственном часе вроде хорошо подготовленное выступление министра здравоохранения. Но у нас ни один министр, в силу того, что у нас отсутствует единый и ответственный статистический орган, не покажет проблемы. Понимаете? Они ведь у нас есть в каждом министерстве. Вот обратите внимание, встречается президент с министром, красивая картинка, наша жизнь все лучше ухудшается, как это хорошо. А по большому счету, по нашему мнению, на встрече должны быть обозначены проблемы и просьба о том, чтобы увеличить развитие ресурсов. Этого не происходит. Социальные фонды. Вы обратите внимание, у нас сегодня доктор пишет 50% своего рабочего времени бумажки для фонда обязательного медицинского страхования, вместо того, чтобы принимать пациента. Учитель пишет 60% своего времени всевозможные отчеты, справки, доклады для высшестоящих, вместо того, чтобы уделить внимание вообще-то ученику. И мы здесь настаиваем на необходимости принятия нашего закона образования для всех, чтобы учитель был сориентирован на ученика. Чтобы, как это было раньше, раньше, если контрольную написал класс на 3 балла, учитель назначал дополнительные заседания, неурочные, и только при написании контрольной ниже 4,5 отменялись дополнительные занятия. Сегодня учитель вообще не сориентирован на дачу зданий. Он сегодня, хоть и отменили слова услуга, но образование и здравоохранение по-прежнему остаются услугой, а не обязанностью государства давать образование и лечить своих граждан. Кроме этого, мы считаем, что универсальное пособие, введенное недавно принятым законом, оно на самом деле направлено не на то, чтобы облегчить жизнь, хотя есть позитив, у нас ведь в последнее время как законы принимаются, чуть-чуть хорошего, а остальное как раз на то, чтобы изъять. А пособие, которое будет определяться по нуждаемости, оно опять ущемит даже тех, кто получает эти пособия. Потому что нашли у вас хотенку какую-то или дачный участок, все, вы уже выбыли из получателей этого пособия. Ну и вы слышали, во время принятия этих законов мы аргументировали свою позицию. Ну и, конечно же, с нашей точки зрения, в последнее время правительство выбрало тактику через депутатов вносить сверхвредные, но очень важные для страны и законы. Вот сегодня номером 17. Единая информационная, о государственной информационной системе, единая информационная система персональных данных, обеспечивающих обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставления биометрическим персональным данным физических. Как вы считаете, это депутат Горелкин должен вносить или все-таки Министерство цифрового развития должно вносить такой закон? Или вообще-то правительство? Ну разве может депутат подготовить столь серьезный закон на 216 страницах, который до настоящего времени не в полном объеме документы введены в информационную систему? Но его бегом-бегом, а это к чему приведет? Я вам напомню, это приведет к возможности использования биометрических данных нотариусами, адвокатами, в том числе в недружественных странах. Если вы помните, то уже был скандал год назад, когда ФСБ противилась против принятия закона, потом произошла массовая утечка персональных данных. Ну разве у нас после этого улучшилось программное обеспечение или появились серверы дополнительно? Ну я думаю, что вы согласны, что нет. Поэтому мы будем требовать снятия этого закона. Второе. Мы обязательно в случае продавливания большинству будем призывать голосовать против этого закона, потому что этот закон, по нашему мнению, может наести серьезный урон, в том числе безопасности нашей страны. Спасибо, Николай Васильевич. В заключение хотел бы обратить ваше внимание на то, что недавно на плену вместе с нашими союзниками мы рассмотрели вопрос об опыте советской демократии, советской народовластии. Эти материалы разосланы всем от президента, совбеза, премьера, всем губернаторам и законодателям. Я надеюсь, что они внимательно изучат. Там особо подчеркнуто за последние сто лет есть два уникальных опыта модернизации. Это нашей советской страны и китайской народной республики. Мы за 30 лет первые дали темпы почти 15%, китайцы дали около 10%. Я надеюсь, что этот опыт поможет всем нам изменить курс и добиться решающих результатов. Сейчас наступило самое ответственное время. Полной мобилизации, консолидации и прорыва в новых технологиях. Я надеюсь, что руководство страны нас услышит. Желаем всем успехов.